Приближается пора созревания вишни-черешни, наших самых любимых плодовых культур. Но на эти плоды есть и другие охотники, вишневая муха, тля, пилильщики и целая армия вредителей. В этом видео я хочу поделиться с вами способами защиты вишни-черешни от вишневой мухи и прочих вредителей, а также способами предотвращения растрескивания и загнивания черешни на деревьях. Середина лета приближается, у нас созревает вовсю черешня, особенно ранние сорта, у многих они уже созрели. Начинают подозревать сорта среднего и позднего срока созревания, наливается вишня, а это значит, что в нашем саду вовсю хозяйничает вишневая муха. Это небольшое насекомое с пестрыми крылышками откладывает на поверхность вишенки, слегка его прокалывает одно яйцо. Из него выходит личинка, которая питается мякотью наших вишенок, наших черешен, и когда мы ее разламываем, там есть квартирант. Согласитесь, приятного мало, и это как раз тот случай, когда желательно вредителя предупредить, сработать на опережение. Если в борьбе с тлей мы работаем, исходя из принципа есть вредитель, опрыскиванием, нет вредителя, не опрыскиваем, то здесь нужно работать, защищать наши сады до того, как муха появится. И поскольку это ягода, которую мы употребляем в свежем виде, и сроки ожидания уже поджимают, единственный способ защитить сейчас, когда идет созревание, это использование биопестицидов, биопрепаратов, с тем, чтобы ни капельки химических средств защиты не оставалось во вкусных плодах. Я хочу посоветовать вам очень хороший способ защиты нашего урожая не только от вишневой мухи, но и от других вредителей, а именно составить хорошую баковую смесь на основе биопрепаратов, подкормки и стимуляторов. Первое, что нам понадобится, это профит-антивредитель. Он содержит микроорганизмы, которые вызывают гибель вредителей не только вишневой мухи, но и тли. Если вы присмотритесь на молодых растущих верхушечках, ее уже больше, чем 5 штучек на один листик. И с каждым днем их количество увеличивается все больше и больше, поэтому обрабатывать нужно срочно. Помимо профита-антивредителей, который хорошо себя зарекомендовал в борьбе с насекомыми, можно использовать и другие биопрепараты, такие как битоксибацилин, фитоверм, аверсектин, матрин био. Главное условие успеха – обрабатывать в пасмурную, теплую погоду либо вечером, либо вот как сейчас у нас установилась облачная погода и температура должна быть плюс 18-22 градуса Цельсия. Тогда все биопрепараты сработают на все 100%. Помимо того, что наши ягоды повреждают различные тли, вишневые мухи и прочие листогрызы, наш урожай, у нас есть еще проблема с болезнями. Поэтому я всегда рекомендую проводить обработки не от одного целевого объекта, а сразу от нескольких – и от вредителей, и от болезней. То есть в нашу баковую смесь мы должны добавить и биопрепарат для защиты от листовых пятнистостей, от, в первую очередь, серой гнили. И это препарат на основе триходермы. Это может быть триходермин, триходермопрофит, любой другой биопрепарат. Они прекрасно совместимы друг с другом и сработают как надо. И, наконец, третий. Мы должны учитывать, что наши деревья, наши кустарники очень много сил отдают на формирование урожая. И их нужно поддержать, но поддержать грамотно, учитывая потребности растения в конкретный период. Сейчас, когда идет активный рост завязи, созревания, растениям как никогда нужен калий. Калий, он не только повышает устойчивость к болезням, он еще необходим для синтеза сахаров и антоцианов, пигментов, которые придают яркую окраску вишенкам, черешенкам, яблочкам, грушкам и так далее. И я рекомендую в баковую смесь, где у нас уже находится профит-антивредитель, триходерма, добавить, если у вас кристаллон красный, две столовые ложки кристаллона красного на 10 литров воды, либо 10 грамм сульфата калия. И это сработает просто великолепно. Вы и защитите, и подкормите свои растения. Но особенность биопрепаратов в том, что обрабатывать их нужно каждую неделю. Все они контактного действия и легко смываются дождями, стекают вместе с каплями тумана. Они гибнут под воздействием солнечного света. Обработку нужно проводить каждые 5-7 дней. Но маленький секрет. Нужно менять удобрения. Дело в том, что помимо калия, нашим вишнам и черешням очень нужен кальций. Кальций жизненно необходим не только для нашей вишни-черешни, но и для яблони, для груши. Для многих других наших косточковых плодовых культур, для ягодных культур. Потому что они предотвращают такие опасные физиологические заболевания, как горькая ямчатость. Они повышают устойчивость растений, вернее плодов этих растений, к растрескиванию и загниванию. Поэтому кальциевая селитра у меня всегда есть, всегда пакет, всегда в распоряжении. Там стоит, ждет своей участи. Поэтому чередуем. Один раз мы обработали кристаллоном красным, другой раз мы добавляем кальциевую селитру. Приблизительно 30-60 грамм на 10 литров. Поверьте, это растение оценит. И наконец, очень важный нюанс, на который многие не обращают внимания, а зря. Перед тем, как вы начнете обрабатывать свои деревья, проведите, пожалуйста, летнюю обрезку. Это, во-первых, сэкономит силы растению. Оно не будет тратить свою энергию на рост веток волчков, которые вы и так и так потом вырежете. Второе. Вы осветлите крону, сделаете ее более воздухопроницаемой, освещенной, а это хорошо скажется на качестве урожая. И, наконец, третье. Прореженную крону гораздо легче обрабатывать, потому что облако препарата будет проникать в самую глубь кроны и покрывать все листья, все ягодки хорошим тонким слоем. Вот такую маленькую операцию, летнюю обрезку необходимо сделать именно сейчас, до обработки, а не после ее. А обработка, кстати, после летней обрезки еще и продезинфицирует все те срезы, которые вы сделали, и защитит от заражения грибковыми болезнями. А сейчас давайте все это сделаем вот на этой вишне. Здесь у нас все в ассортименте. Есть завязь, есть тля, есть волчки. Приступаем. Я за секатором. Сейчас стоит все-таки вырезать волчки, не ждать, пока они сильно разрастутся, загустят крону и оттянут на себя изрядную часть питания. И чем моложе волчок, тем эффективнее прием летней обрезки. Вообще, что такое волчок? Волчок – это активно растущий молодой побег. Чаще всего они возникают на деревьях после сильной обрезки, у срезов, и действительно очень сильно загущают крону. Вот здесь видите, он пока еще молоденький, хорошенький, растет немножко не туда и не так, и мы его будем вырезать полностью. Вот так мы его щелк, и все. Еще я стараюсь убирать те побеги, которые растут не в ту сторону, которые, вот видите, тут друг на друга накладываются, мешают. Вот, мне нужно выбрать один, один оставлю. Все, что уходит вниз, я уже сейчас вырежу, я не буду ждать этого до осени, оно мне здесь мешает. Слишком низкорасположенный побег вырос, я его тоже уберу. Вот здесь вот, обратите внимание. На волчках, кстати, очень любят поселяться тля. Они просто резервуары, хранилища. Еще один прием летней обрезки – это прищипывание верхушки. Так мы даем понять растению, что хватит расти вверх, останавливаемся, вот, останавливаем рост, начинаем одревесневать, либо способствует этому ветвлению. Здесь вот еще побег растет немножко не туда, загущает крону. Вот так. И вот здесь вот слабенькая веточка. Чем лучше крона просвечивается, тем лучше нашему растению будет потом расти. Меньше будет болезней, меньше вредителей. А все сэкономленные силы, которые могли пойти на рост волчков, дерево направит на закладку новых почек, на рост тех побегов, которые у нас остались, на созревание. Кстати, вы знаете, я собираю косточки. Ну, не простые, а черешневые, вишневые. Перемываю их и закапываю. Знаете, зачем? Из этих косточек потом всходят маленькие черешенки. Я их рассаживаю в питомник и приливаю. И получаю свои собственные саженцы черешни. Именно тех сортов, которые мне нужны, которые мне очень понравились. Урожая. Вот. И вот сейчас, кстати, после того, как вы закончили обрезку, можно приступать к опрыскиванию. Итак, мы берем для защиты от вредителей профит-антивредитель. Для защиты от болезней, от серой гнили, которая часто возникает при повреждении ягод, при растрескивании, мы берем триходерму. И в качестве подкормки мы берем кристаллон красный. На 10 литров раствора нам понадобится 100 миллилитров триходермы и столько же антивредитель. Профит-антивредитель. Нам понадобится 2 столовые ложки кристаллона красного. Здесь мы отмерили. Все это водой до объема 10 литров и приступаем к опрыскиванию. Кстати, эту баковую смесь на остове триходермы и антивредителя вместе с добавкой удобрения можно использовать для защиты подкормки не только ваших вишен и черешен, но и других плодовых и ягодных культур. Тем более, что это же биопрепараты и для них срок ожидания составляет всего 3 дня максимум. Кстати, максимального защитного эффекта от болезней и вредителей можно добиться в том случае, если вы будете сочетать и традиционные методы защиты, биологические пестициды и народные средства. Например, это ловушки с бродилками. В них, кстати, будут попадаться не только вишневая муха, но и другие не очень приятные насекомые, такие как плодожорки, пилильщики и прочие вредители сада и огорода. Для этой ловушки вам понадобится всего лишь пластиковая бутылка со срезанным верхом и забродившее варенье, разбавленное водой, чтобы запах был покрепче. И поверьте, вам останется только периодически менять содержимое. И, наконец, помочь в борьбе с вишневой мухой и прочими вредителями сада и огорода вам помогут желтые клеевые ловушки. Желтый цвет очень привлекателен для насекомых. Они прилетают посмотреть, что это за цветочек и остаются на клеевой ловушке навсегда. Кстати, а это еще поможет вам понять, есть вредитель в саду или нет, увидев его на клеевой ловушке. И тоже не забывайте их регулярно менять. Если вы будете сочетать эти методы все вместе, то вредителей у вас в саду будет намного, намного меньше. А вреда для окружающей среды не будет совсем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и заходите в наши магазины. И до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова